Ну, пики-баны я посмотрел про предыдущие игры. Арквардены. Сразу же убрали Elite Division. Убрали Сларка также. Шэдоу Демона и Тинкера забанили Team Snap. Винга с Вивером от Snap. Огр с визажом от Elite Division. Достаточно интересно. Визаж всегда мне интересен был. Не знаю, как он сейчас заезжает. Вообще, мало что знаю в нынешнем патче, что заезжает. Но знаю, что селедка заезжает всегда, поэтому ее забанили. Варлока пикает команда Team Snap. Что им противопоставит Elite Division? Тайд Хантер. Тайд Хантер. Опять же, хороший инициатор. Отвечаю Team Snap. Хороший с резкой брони. Уроном высоким. Ну и Axe отличный инициатор. Особенно все это с Варлоком вместе и с нарезающим вивером. Пока что мне больше нравится пик команды Team Snap. Но... Увидим. 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 Игра покажет, кто есть кто. Задумки покажет стратегии команд. Лифесиллер. От команды Elite Division. От команды Elite Division. Забанили вайпера командой Team Snap. Очередь сил света запрещать героя. Очередь сил света выбирать героя. И об аддона забанили Elite Division. Интересно, зачем забанили об аддона. Возможно, будет у них что-то такое. Может, типа бэтрайдера, я не знаю. Или бэйна. Осталось пять секунд. Осталось пять секунд. Дополнительное время. Ну иначе я особо не понимаю, зачем банить и баттона. Снимать эти фокус. Станы. Просто у них же все равно есть сейв. Они зафокуситься могут и вингой, и аксом. Я думаю, что команда Team Snap может придумать что-то намного более интересное, чем об аддон. Последний пик от команды Elite Division. Нужен им мидер. Осталось пять секунд. Осталось пять секунд. Осталось пять секунд. Эвана, как? вот это очень интересно неожиданно очень как-то странно это медовый дезераптор ну в общем посмотрим расстановка лайнов мне интересно но может быть это медовый визаж или дезераптор интересно и пугна от команды team snap тоже не совсем понимаю но мне кажется таки это будет мид ваша у нас шоу нас дотой вот это дота запустилась отлично у меня не выделяются персонажи просто замечательно все все в порядке моя клавиатура как всегда начинает выпендриваться но так посмотрим на закупы кто куда идет до медовая пугна 30 секунд до начала сражения фармящий получается у нас акс и хардовый юверок так тут у нас что интересно факс порт ага то есть это все таки визаж у нас будет в миду интересно давно и такого если честно не видел противостояния пугны и визажа забирают баунти руны сейчас с этим проблем особо нет раньше обычно были сражения целые баталии в миду тут поможет немножко дезераптор а он просто поблочил и уходит на свой лайн варлок сейчас будет ставить поставил вардик так включим динай сразу же ставит в центре огормак вверху здесь не надо давать ничего надо его убирать тайтхантер произвел на себя салву отхиливается получает опыт заходят к нему в спину будет ли бодиблок нет есть стан продамаживать здесь тайтхантера стан не тратят стан ну вряд ли получится у них здесь что то забрать как у нас дела по крепстату мидеров пока что пугна лидирует в этом противостоянии так заход на пугну пугна сайт вард бласт разбили вардик получили голд огорт тут напрягает немножко в это время визаж набирает небольшое преимущество по гриппам если захил еще раз блат я как всегда пропустил забрали здесь тайтхантера где то вот здесь видимо занаглел он согревал акс даже стана венги не было так хватило урона как дела у вивера у вивера пока что один крип тайтхантер хоть и отдал ферстблат 3 крипочка имеет угр теперь будет персональный нянч что ли нет отходит он вивер сейчас будет получать опыт линию держит слишком близко к нему снова здесь забирает тайтхантера акс тайтхантер хочет получать опыт хочет получать крипов но за это он поплатился уже дважды нужно ему как то более аккуратно играть не отдаваться угрмак должны были увидеть по идее венгу чует что то не доброе в вражеском лесу у нас пара саппортов находит их угрмак или они его продувочка тыкают бедного угро ну как бедного все мы знаем сколько у него брони и как его сложно убить соло здесь умирает визаж от пугны все и пропустил как так 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 есть чем намазать есть салва отпился он есть смоки будет ли какой нибудь заход от венгей варлока какой злостный акс укладывает транквилу прям байт байт от хатера покрепа у нас лидирует акс недалеко от него лайфстиллер задувочка на визажа бодиблок запер дизраптор не дал пройти визаж отлетает от ворда по-моему так посмотрим пока что у нас там по сборочкам где это посмотреть то если помнил я наверно да я нашел ну все довольно ровненько ничего пока выделяющегося нет 4.0 правда горят вот 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 я Да, действительно, что происходит. Самое интересное, что у Axie и у Tidehunter одинаковая количество денег. Спасибо. 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 Я надеюсь, что он сможет подключиться. Спасибо. 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 Сразу. Поднялся. Атакует. Атакует. Атакует лайфстилера. Верхнюю башню сил света. Верхнюю башню сил света атакует. Черви мимо. Аксут вошел в стадию активного пуша. Тайтхантер без маны. Сейчас отрегенится. Чуть-чуть. Но вряд ли он что-то сможет предоставить Аксу. Видит его. Показывает на него. Надо его прогонять отсюда. Да, некому пока. Акс с позиции силы действует. Ему на все наплевать. Он Акс. Большой красный огур. Ему на все наплевать. Отменили тп здесь. Я уже думал. Опа виверок. Подлетает здесь. Убивает визажа. Погнаю. А нет. Винга. Я думал дососал. Не досмотрел. Извините. Ну что такое. Гуйся. 5-0 уже ведет команда. Снэп. Какие-то опять технические проблемы видимо у команды. Снэп. Может быть с тем же Аксом. Может нет. Все вроде устроили. Я думаю уже в принципе можно смотреть по общей ценности. Центральную башню сил света. Силу света не отдали врагу верхнюю башню. Денай Тайтхантер свою башню. Центральная башня сил света разрушена. Почему ничего не писали. Про центральную башню. Так. Варлок здесь находит Тайда. Кидает на него связочку. Есть ревейдж у Тайда. Получается Bloodlast. Ревейдж по двоим. Кончер. Ну подхилу у Макса здесь забрать не удастся. Вся команда приходит ему на помощь. Врывается также в драку Дизраптор. ТП этого лайфстилера. В сетку поймали Акса. Под медалькой прожимает его. Соплей не получилось его убить. Засалили быстро лайфстилера. Нет у него рейджа. И успел он спрятаться в Тайтхантера. Отлично засейвился. Но нету ревейджа. Огр сейчас должен погибать от тычки. Оу-Нейш и 7-0 для команды Снэп. Очень сложно сейчас будет что-то противопоставить в сложившейся ситуации. Но команда не сдается. Команда должна бороться. Возвращая Акса здесь Дизраптор. Воет его в ловушку. Под горелкой. Силы света укрепили свои сооружения. Лайфстилер. Будет ли на кого-то нападать. Огром не попадает ни в кого. И вводит здесь стан венги. Забирает ее. Возвращаю здесь Акса. Соплей его добивает визаж. Замедляет здесь Лайфстилер Пугны. У Пугны есть на астрал. Рейдж прожимает Лайфстилер. Красиво заманцевал Пугна. На помощь ему выдвигается вивер. Есть венга, есть стан. Астралит себя Пугна. И начинается садь. Не хватает урона, не хватает урона на ЭЛС. ЭЛС снова прячется в игре. И просто уходит. Команда. Ну что же сделали 2 кила. 2 к 7 уже что-то. Уже лучше чем 0. Размочили счет. Тем временем Акс непреодолимо идет к своему даггеру. И с даггером будут, мне кажется, серьезные проблемы у команды. ЭЛИТ ДИВИЖЕН. Сразу же снимаем горелку из себя визаж. Виверок проходит мимо руны Иллюзии. Оставляет ее Пугне. Поставил Огр Вард. Увидел сразу же Вивера. Увидел также тройку нападающих, я бы сказал. Не надо здесь уходить. Или как-то группироваться и дать бой. Но я не думаю, что бой будет нормальный. Поэтому надо просто уходить. Ну ТПшки нету у визажа. С ульта убирает Акс. Огр Мага. Ревейдж. Венгу Санчора убивают. Лайфсиллер взгрызается в Аксов. Сопля в него прилетает. Ух ты ж господи. Как он Хеликсом убил этих фамильяров. Еще с ульты убил Лайфсиллера. Агром не попадает. Ох, не хватило ему урона. Он с горелки должен здесь погибать и Тайтхантер. Как же он живет? Ох уж этот Кондор Хеликс. Огр здесь в самоках. Спалил его Винга. Что у нас по итемам? В Дизоль выходит Виверок. Лайфсиллер чем нас удивит. Армлет у него есть. Но этого уже не хватит, чтобы забить Того же Акса. Акс уже имеет даггер. Врывается он в лагра и... С бласта. Умирает. Ну что ж, ребята, не хочу вас огорчать, но... Т2 на боте должен падать. И... Особые возможности для камбэка я пока не вижу. Есть тут хороший сейв. Вряд ли кого-то получится забрать. У команды снэпов. По крайней мере, быстро. Много сейва есть. Хила. Мидер команды Elite Division как-то не очень пока. Не получается у него. Завладели вражеским бесом команда Snap. Начинает набирать преимущество огромное. Должны, я думаю, сейчас забирать Рошана. После Тауэра. Все внешние Тауэры будут уничтожены. Ну, наверное... Может они пойдут вот эти штуки убивать. Я не знаю. Извините, как они называются? Акс тут впрыгивает, но никого не агрит. Не получается у него никого сагрить. Гуля врывается в Акса. На Акса идет Астрал. Ревейдж. Отличный ревейдж. О, господи. Великолепно. Есть лапс. Сопля. Есть за медал на Акса. Грызет его. Лайфстиллер убивает. Огр. Огр мертв. Остался только Пугный из команды Team Snap. Можно ловить. Есть за медал. Догонит ли? Есть за медал от Лайфстиллера и... Закуши просто забрали Пугну. Что ж, это отличная. Отличная поворотная битва. Изменения в голде и в опте налицо. Ух. Это было круто. Хороший, отличный ревейдж просто залетел. Много урона там раздал Эвизаж. Угрызался Лайфстиллер. Отлично сыграла команда Elite Division. 9-12 уже тем временем счет. И вот так вот, так скажем, комба в действии сыграла. Расслабились немного снэпом. Мне кажется, если бы они более слаженно держали позиционку, а тут они оказались в тесном пространстве, все очень близко. Из-за этого, я думаю, так все и получилось. Хорошо результовались ребята из Elite Division. И очень быстро и много урона они смогли нанести. Бьют Рошана с Дизолем уже. В Варлока нет ульты. Сразу же проявили смоки. Есть с Меканцем. Упугны. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Аганим нарисовывается у Варлока. А, святыня это называется. Все, теперь я буду знать, как это называется. Уничтожает святыню на топе. Будет ли заход на Т3? Акс с Аегисом. Так, ворвался. Гуля. Влез в Тайтхантера. Гуш на Аксе. Под горелочкой. Вардик надо уничтожить. Этим займутся фамильяры сейчас. Есть Ревейдж. Есть Ревейдж. Свап на Огра. Големов в ответку дал Варлок. Пугна высасывает из Тайтхантера. Вот Тайтхантера очень много ХП. Сразу же врывается. Хорошо фамильярами убил Визаж Пугну. Агрит ЛС Акс и добивает его с ульты. Не было шансов. 2 на 2 пока. Размен. Тайтхантер там до сих пор живет. Больно Аксу. Нет маны, к сожалению. Нет маны у Дизраптора, иначе был бы он мертв. Поставили Сентриак наконец-то. Но маны нет, чтобы кого-то забрать. Могут на лоу ХП конечно ворваться команда снэпов. Но не думаю. Не будут они рисковать. Кримсон Гвард подрубает Акс. Высвапываю Тайтхантера. Получает он стан. Агрит его Акс. Быстро выгрызается Лайфсилер в Вингу. Сразу же забирает ее. Забрали Акса, отобрали Аегис. Нет маны Варлока. Пугна астрали от Варлока. Лайфсилер выгрызает, выгрызает все скиллы и откаты и умирает. Не спасает его Акс. Забрали быстро Окрмага. Вивер произвел ульту. Должен здесь Дезраптор умирать. Перед смертью он ставит ульт и сетку надо сбить. Надо сбить ТП. Не получилось, не успел фамильярами подстанеть. Акса Рамизи. Лайфсилер. Угрызается Вингу. Винга свапается на Вивера. И тут делать нечего. МС побольше. Убежать не получилось. Ну как-то по-моему немножко странные были мулы. В движениях. То есть она свапнулась там, постояла, подождала. Так. Акс прыгнул. Агро не было. Есть стан. Прожимает рейдж. Лайфсилер. Какой же плотный Акс под этим Кримсоном. Даже гулей его сложно пробить. Големы на троих. Реведж от веточку. Умирает Акс. Пытается убить вард Тайдхантер. Но очень большой. Ух, как же Вивера срезали. Должна сейчас забирать просто пугну. Отлично. Сопля и стан. Все что понадобилось, чтобы его убить. И вот. Элит дивизион сравнивает уже счет. Выравнивают они свои дела. Также по экспей голде. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Так, подождите. А что, святыни еще и всех хилят? Или мне что-то показалось? Вы меня, конечно, извините. Я обещаю, я выучу этот патч. Просто пока не было времени, честно говоря. Работа, работа. Обязательно разберусь. Я сегодня очень волнуюсь. Давно ничего такого не делал. Поэтому простите меня, пожалуйста, зрители. Я стараюсь. Так, будет здесь Драгон Лэнс на Виверке. Вот, изменили еще Атос. Теперь он не просто замедляет. А, он теперь не замедляет. Он накладывает отцепенение вот это. Изменили айтемчик. Снова попытаюсь на Т-3 зайти. Снова попытаюсь на Т-3 зайти. Акс отпрыгивает от греха. Угрызается в пугну. Свапает Винга в пугну. Возвращают пугну. И должны ее быстро сейчас срезать. Тем временем Лэс развлекается с Венжи Фулк Спирит. Подстанем фамильяром. Рамизи. И забрали 2 в ноль. Как вам такой поворот? Ох, если бы я еще знал, как посмотреть графики. Просветочка попала по Веру. Но догнать его вряд ли представляется возможным. Секуэ хочет 4-став. Чтоб был хоть какой-то пэтсейв, если его зафокусят и грызутся. Есть даггер, должен отпрыгивать он здесь, конечно же. Пугна тоже в АТОС выходит. Контр-АТОС. Собрал свой Драгон Лэнс Вивер. И Линкун теперь будет собирать. Не знаю, по-моему, на мой взгляд, БКБ здесь намного более эффективно было бы. Здесь и сразу же отходят такие варианты, как Ревейдж. Ульта Дезераптора Аганимы не будет. Я думаю, на Дезерапторе еще очень долго. Посмотрим по талантам, что у нас развили ребята. Это хороший, мне кажется, очень талант. Для Дезераптора рейндж скиллов это очень полезная вещь. Иногда бывает не хватает чуть-чуть, чтобы закинуть хорошую, грамотную сетку. Акса здесь возвращают. Сразу же подстанил его. Сопля и... Убили Акса. Загулял он здесь, очень сильно подставил команду. У Акса нет Байбека. Вивер стянул тут ребят на себя. Не удастся здесь Курьера забрать. И спокойно убегают он в Шекучах. Акса нет, нужно забирать Тауэр. Как минимум один. До сих пор на топе есть первый тир. Фамильярами здесь пропалил и Вингу, и Варлока. Рамиди. Забрали Тауэр и отходят. Они здесь в меньшинстве. Файтиться здесь не надо. Акс ТП. Агрит Тайтхантера и уводит его за собой. На хайграунд замедляет. Фамильяры пришли прикрывать. Злых Червяков напустил на Тайтхантера, но с ними быстро разбираются фамильяры вместе с визажом. В инвизи здесь находится лайфстиллер и он может начать. Варлока будет выгрызаться, наверное. Угрызается Варлока. Пару тычек. Замедл. Просто отпрыгивает Акс. Не слабо этого Винга. Просто отдают Варлока. И нет у него байбэка. И это очень плохо. Потому что... А что делать без големов? Вряд ли хватит урона у Вивера или у Пугны. Есть Ревейдж. Есть Статик Шторм. И вводит стан Винги. Лайфстиллер... Ох, как его профигачило. Не успевает немного Тайтхантер. Ревейдж по всем, но... Лайфстиллер-то уже мертв. Как же быстро его срубило. Возвращают... Акса, но не спасает. Это, конечно, действия уже команда. И... Уйти не представляется возможным. Дизраптор попадает в замедление. Ставит перед собой сетку. Должен здесь умирать. Ох, как же больно. Рошан сейчас будет падать. Заберет его, наверное, Вивер. Уже, я думаю, надо Виверу его отдавать. Да, так и делает команда снэп. Так, еще одна попытка зайти на хайграунд. Нет Равейджа, еще не будет 70 секунд. Есть Статик Шторм. Хватит ли этого? Поставлен Вард. Падает Вычка. Акс врывается в Лайфстиллера, прожимает Блейдмейл. Туда летят Големы. Высвапывает ЛС и быстро забирают его. Умирает здесь Огр. Падает с него Гем. Фамильяров здесь три. Падают они все в Статик Шторм. Но... Не по сетке. И все просто из него выходят. Не хватает урона. Всех забрали. Дамажить нечем. И... Будет здесь падать, наверное, две стороны. Сагрил. Фамильяров здесь Акс. Успевает посадить птичку. Визаж. Ну, здесь должна вторая сторона падать, по идее. Должны они успеть. Сагрил Тайтхантера. Возвращает Акс в Дизраптор. Меха прожата. Огромный урон наносит Вивера вместе с Фингой и Пугной по Таурам. Что в итоге приводит к двум снесенным лайнам. Уходят Шокучах Вивер. Могут его здесь поймать. Это он, конечно, сразу понимает и убегает. Ну что ж, последняя сторона остается. Или можно всех убить и снести сразу трон. Что тоже вполне реально. И даже, я думаю, будет быстрее. С уроном этой команды по Таурам. Есть Дряк на Меду на случай. Смолк прохода. Пугна тут делится хилом. У него есть. Грифсы. Агонимчик. Так что запуливать он, в принципе, может. Застрали у бедного Вивера. В линку уходит Гуш. За ним сразу же Игнайт. Акс. Ждем первых действий. Тут, как говорится, Вивер может бить. У него есть Аизис. Ему на все наплевать. Ловит его в сетку. Начинает Фамильяр его раздамаживать. Уходит. Акс. Акса просто глимсует. Упрывается в Вивера. Отличный ревейдж по пятерым. И сразу же... Эх, сетку немного поздновато. Но Варлока сразу же успели убить. Будет здесь умирать Винга или нет. Захилив здесь Пугна. Акс. Акса убили. Пугна всем тут нараздавал. Но не смог он спасти и Варлока, и Акса. Отличный был опять же скажу ревейдж. Ревейджи сегодня на славу. Прожимает Астрал Пугна и... Типа Аут. Сулар Крест. Акс. Типа Аут. Типа Аут. Мне кажется, нужно что-то все-таки, что могло бы сейвить лайфстиллера, потому что когда убивают лайфстиллера, сразу же команда элитов проседает. Нужно что-то, чтобы его засейвить. Я думаю, что, возможно, это какой-нибудь глимер, хотя бы, потому что инвизов-то нету, просвечивать некого, только если варды сбивают, но я не наблюдаю пока ни сентрея, ни просвета, так что глимер был бы хорошим решением. Последний лайн остается в команде Снэп, и тогда они, скажем, с 90% вероятностью сразу после этого выиграют, становятся они Тауэр на боте. Никого здесь не поймали. У Акса есть Элибарда. Отличный айтем против Гули. После риджа поражал, и Гули ничего не делает, но в риджа он может очень сильно напихать. В смоке запрыгивает Акс. Вернули его. Рэвэйш снова отличный по пятерым. Забравь здесь Варлока. Дизраптор бежит. Неумолимо горит. Пугна высасывает все соки буквально из Лайфсилера, убивает его. Астралия Тайтхантера. Тайтхантер снимается в Айроншелл. То есть Кракеншелл, просите. Я думаю, какой Айроншелл. Ну и доносит последнюю третью сторону. Я думаю... Так, походу вторую катку. Вторая катка будет перенесена. Что ж, была довольно интересная игра. Поначалу сильно доминировала команда Снэп. Элиты смогли подсобраться. Сделали пару хороших камбэков. Хочу отметить отличные рэвэйжи. Немножко... Ну, может я немного не понимаю. Но мне кажется, что Статик Штормы могли быть более удачны. Более как-то эффективны. И тогда, может быть, все было по-другому. Но это чисто мое мнение. Вот. А пока у нас пауза. Я буду понимать, что там происходит. Будет ли перенесен матч или нет. Сейчас мы это узнаем. А пока музыкальная пауза. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok